Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Это не возможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулис, то, что там происходит. Боже мой. Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой. Адеболком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья. С вами я, Елена Привалова. И у нас в гостях мой однокурсник по Московской консерватории, пианист, композитор, директор студии «Чистая музыка», лауреат Молодежной премии «Триумф», музыкальный руководитель и композитор театральных постановок, ведущих московских театров. И все это Игорь Горский. Здравствуйте, Игорь. А мы на «мы». Да, мы будем здесь на «вы». Хорошо. Здравствуйте, Елена. Да, конечно, иногда трудно общаться с однокурсниками на «вы». Но дело в том, что бывают такие случаи, что когда даже близкие отношения все равно остаются на «вы». И вот один из этих случаев как раз Игорь, который стал одним из ярких личностей, в принципе, и в Москве, и в шоу-бизнесе, и в академической музыке. Его проект «Чистая музыка» очень интересный. И то, чем он занимается, многое остается за кадром, и о нем узнают друзья, только пообщавшись с Игорем лично. И вот сегодня он нам о многом-многом этом расскажет. А во второй передаче у нас будет еще одна тема, тоже о нашем однокурснике. Вот такая сегодня у нас представители Московской консерватории. Игорь, вот все-таки композитор или пианист? Лен, я сразу хочу попросить прощения у всех постоянных слушателей, которые привыкли к уважительному академическому общению. Но я не могу с собой ничего поделать. Мне очень хочется называть тебя на «ты», чтобы не было никакого у нас обмана. Чтобы было, понимаешь, как в читальном зале. Ну, понимаете, ну что обманывать? В читальном зале мы с тобой редко пересекались, это однозначно, конечно. Так, хорошо. Я-то все время следил. Но так все-таки композитор или пианист? Мне кажется, что одно без другого сейчас не работает. Потому что все связано, например, с театром или с какими-то проектами, где приходится чем-то руководить, так называемое музыкальное руководство. Для того, чтобы объяснять что-то музыкантам, все равно нужны средства. Поскольку я не умею играть на скрипке, я не умею играть, к сожалению, ни на тварнете, ни на гобой, ни на трубе. Я ни на чем не умею играть, кроме рояля. Поэтому рояль – это средство коммуникации между музыкантами. Недаром, мне ужасно неудобно это говорить, при органистике, но с тех пор, как появился рояль, как он возник, можно сказать, что он король инструментов. Я еще раз прошу прощения у всех патрионистов, потому что органисты абсолютно уверены в том, что именно орган. Конечно, король – именно орган. Но, кстати, у тебя за спиной Бетховен в маске. Почему ты сам в маске? Дело в том, что я больше не могу. Честно говоря, мне кажется, что полгода достаточно. Поэтому я живу сейчас вдвоем с Бетховеном. И кто-то один из нас, мне кажется, должен соблюдать все правила. Поэтому старина Людвиг все соблюдает. Он немец, он все делает по правилам. А мы иногда можем всем соблюдать. Не надевать маску. Ну да, свободолюбивые. Но вот, кстати, когда я искала фотографию Игоря Горского, сегодняшнего нашего гостя, для анонса в Фейсбуке, то первой фотографией выходит Вячеслав Горский, пианист. Это отец Игоря Горского. И вот каково быть сыном также известного музыканта и под его началом развиваться? Нет ли вот этой тирании, как это было там у Вольфганга Амадея Моцарта? Потому что многие говорят, с одной стороны, это наше ремесло, дети идут по нашим стопам. А в то же время, насколько родители не забивают радость учиться? У меня классный папа. И пока я был маленький, он был все время на гастролях. Он работал музыкальным руководителем ансамбля «Арсенал». Это джаз-рок коллектив, который все знают. Его художественный руководитель Алексей Семенович Козлов. Это знаменитая не только в СССР, но и на весь мир команда. Единственная в своем роде. И папа ездил, и, конечно, он был очень много и в Риге, поэтому есть некая связь с тем местом, где ты сейчас находишься. И папа с детства прививал какой-то вкус правильный, к правильной музыке. Потому что я уже в детстве понял, что, по большому счету, высочайшие достижения в области классической музыки, они сопоставимы с такими же достижениями в школе. Джазовый музыка, рок-музыки. И что делить на стили можно тогда, когда музыка недостаточно хороша. Потому что на сегодняшний день совершенно очевидно, что величина Брамса, Шумана, Шуберта, то, что является для нас абсолютным эталоном совершенства, гениальности, вполне можно к этим замечательным гениям отнести. Джона Леннона, группу Питлз и так далее. Мы понимаем, что это гений вне зависимости от того, на каком музыкальном языке я не обнялся. Вот мой папа мне это с детства очень ненавязчиво прививал. И в какой-то момент, когда я уже достаточно нахватался каких-то знаний, он пригласил меня в состав дуэта. Собственно, мы с ним играли такую нашу авторскую музыку и обработки. Это не джазовый дуэт, а именно world music. То есть мы брали все стили и направления и делали такие программы. Началось, что у нас дома музыки в Москве. Потом мы стали записывать диски, ездить. И вот у нас есть такой семейный дуэт, который так и называется горский и горский. И мы там открываемся, кайфуем, потому что не надо ничего организовывать, не надо ни о чем думать, расписывать аранжировки, а мы можем просто играть на рояле. Потому что ансамбль с папой – это такая штука удивительная, что ты знаешь, что мы с коллегами, мы должны много репетировать, чтобы сыграться, чтобы услышать друг друга, притереться. А с папой мы понимаем друг друга в словах, и это очень удобно, потому что нам не надо репетировать. Мы можем просто посидеть и поговорить о чем-то, и потом играть в концерты. Потому что это чувство ансамбля – оно генетическое. И это очень удобно. То есть мне повезло в этом смысле, что у меня есть такой партнер, с которым не надо договариваться. Можно просто помолчать, а потом поиграть. Потрясающе, действительно. Ну а, кстати, твое имя Игорь – это также от фамилии Горский. То есть ты сказал Горский и Горский. И так я поняла, то есть действительно Игорь – Игорский. То есть он настолько близко. Нет, 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 но папа-то у меня Вячеслав Горский. Нет, нет, и тебя назвали, да. Мне кажется, меня так назвали, потому что так придумала мама. Все очень просто. Тут нет никакой, знаешь, подоплеки, да, каких-то символов. Да нет, подоплеки никакой. Просто очень красиво так прозвучало. Я же все-таки по первому образованию теоретик, и сразу хочется найти эти символы, да. Ну вообще, знаешь, Лен, прости, пожалуйста, про фамилию Горский. Это ведь один из проходящих псевдонимов Великого Утесова, который когда свою очень-очень-очень еврейскую фамилию хотел как-то, как ему казалось, украсить, он прошел ряд вариантов. Ему хотелось, чтобы это было связано с Одессой каким-то образом, чтобы это было мощно, да, и чтобы это было там звучно и запоминающееся. И он какое-то время побыл в Горске, ему это было псевдонимом, и потом он стал в Утесовом, которого мы знаем. А мне ничего не надо выдумывать, потому что все родители. Досталось в наследство. Да, в наследство. Все-таки в твоем резюме, в кратком, который ты прислал, первым идет композитор, потом сразу идет директор, а пианист ты полностью вычеркнул из своей биографии. Почему? Ты учился как пианист. Да. Понимаешь, ну нас так тоже учили, что исполнитель, он, конечно, проводник, он, безусловно, интерпретатор. Это очень важная часть музыкальной культуры. Исполнительское искусство – это очень высокое искусство. Но умение создать музыку, оно все равно остается выше, выше, чем дирижерское искусство, и выше, чем исполнительское. И так получилось. Мы знаем примеры, когда все вместе на одном уровне сочетается. Например, Сергей Васильевич Рахманин, равно прекрасный, равно гениальный, равно великий, который и дирижер, и композитор, и пианист немыслимого до XX века уровня. Но, в принципе, мы знаем, что великие композиторы всех времен остаются навсегда, а исполнители, к сожалению, остаются только в виде записей. И только начиная с XX века это стало возможным. Поэтому эти лестницы, как бы иерархические, все-таки умение создать что-то новое, тем более в нашем времени, что есть, все было, и удивлять чем-то новым практически невозможно. Поэтому, как мне кажется, вообще это направление, название композиции – это важно. На этом стоит первым номером. Ну, а когда ты пришел к созданию вот этих потрясающих роликов, я не боюсь сказать, шедевров, это вот недавно мы как раз смотрели, это уроки музыки, и до этого, и пианист, и много. Когда ты стал придумывать это? Я стал придумывать от безысходности. Потому что, знаешь, когда появились вообще только соцсети, и мы в них стали погружаться, меня сначала это развлекало, как и всех, и очень радовало, а потом это стало поражать свое, знаешь, какой-то невероятной пустотой. То есть все понятно, что там Инстаграм, Фейсбук, там полезные вещи, возможность рассказать о себе, да, ни с кем не советуясь, рассказать о том, что тебе нравится. Но в конечном итоге это все превратилось в бесконечное какой-то ярмарку тщеславия. Я, 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 бесконечное. И меня это так стало сначала расстраивать, что я перестал пользоваться соцсетями. А потом, когда стало понятно, что это единственная система коммуникации, сейчас я вернулся, но это стало меня веселить. Поэтому все началось со смешных историй, собственно, про соцсети, где я хотел бы шутить так, как я бы шутил в компании друзей, но сделать это в той форме, которой пристало выражаться музыкантам, то есть в музыкальной форме. Поэтому ролики мои изначально были такими, знаешь, постами. Я не писал, что, вы знаете, сегодня очень снежно на улице, при том, что у всех тоже есть окно, в котором есть снег. Да, как ты замечала, да, такие посты, когда люди пишут какие-то, не знаю, очевидные вещи. Вот мне хотелось над этим немного пошутить, но так, чтобы никому не было обидно, и чтобы это было музыкально. Поэтому я выбрал объектом для шуток себя, чтобы никого не обидеть. И все, что я высмеиваю даже очень жестко, я высмеиваю через себя самому. И так получилось, что в 2014 году мои друзья из телеканала «Дважды два», это известный молодежный канал, который впервые начал еще, по-моему, на заре новой эпохи, да, в 90-е, показывать американские мультфильмы, там, «Симпсоны». И они вырастили свою аудиторию с хорошим вкусом музыкальным, которые слушают Элтона Джона, они слушают Робби Уильямса. И им это было интересно. И вот я стал там рассказывать краткие содержания сериалов и фильмов. То есть была придумана такая форма, то есть в виде рэпа, рока, блюзовой баллады или чего-то, да, в три минутки я укладывал все содержание сериала «Доктор Хаос». Ну вот, и дальше уже понеслось. Вот такие ролики. Потрясающе. А дальше это уже перешло фактически в другое твое направление, что ты иногда делаешь целые фильмы или какие-то, или, правильно я понимаю, или это не совсем? Все правильно. Мы просто в какой-то момент с друзьями, единомышленниками, с которыми мы играли концерты, с которыми мы делали какие-то фестивали и снимали что-то, мы решили, что нам пора завестись помещением. И вот мы сняли помещение, обустроили там все, и у нас студия, которая так и называется «Чистая музыка», то есть одноименное название, у нас и ансамбль «Чистая музыка», и вот теперь появилась студия. И вот этот вот Людвиг Ван, которого ты видишь… Ван Бетховен. Да, Людвиг Ван Бетховен. Он один из многих, кто у нас в этой студии живет. Потому что когда мы все-таки уже открыли помещение, сделали ремонт, все обустроили для того, чтобы был хороший звук, хороший свет, чтобы можно было и снимать клипы, и записывать музыку, и сводить ее, монтировать, все в одном месте, мы провели опрос в соцсетях, кто самый великий музыкант всех времен. И были совершенно поразительные результаты. На первом месте был для Гарри Себастьян Бахов. Мой любимый. Твой любимый, о котором ты говоришь в каждой программе, и ты играешь его почти на каждом концерте, ну просто потому, что это самый выдающийся музыкант в истории человечества. Говорят, что таких больше не будет. Вот на втором месте был Джон Леннон. Вот удивительно. Надо же. А дальше расположили в следующем группе. На третьем месте был Фредди Меркури из группы Queen, Рэй Чарльз, Майкл Джексон, Дмитрий Шистакович и Луи Амстронг. Поразительно, да, из каждого жанра получил человек. Вот, и за бортом остались великий пианист, Глен Гуд, да, замечательная Элла Фитт, Джеральд, джазовая певица. Ну, то есть там были еще, кто подпирал эти великую осьмёрку. Вот, и мы сделали акустические щиты. Ты знаешь, они на студии служат для того, чтобы партнёры по премии игры можно было каждого записывать отдельно. Да, скрипач в своей комнатке, вилончелист в своей, пианист в своей. И вот эти разделительные щиты мы украсили лицами, ликами наших любимых музыкантов. Но не только наших. Да, потому что, конечно, если бы нам назвали в качестве великих музыкантов тех, кого не хочется видеть каждый день, то, наверное, мы бы не стали их печать. Но тут уж люди сами назвали. Сами выбрали, да. Это действительно. Дорогие друзья, у нас в гостях культурной среды известный пианист, композитор Игорь Горский. Мы разговариваем о чистой музыке и продолжим после небольшой рекламной паузы. Винспилс. Один из красивейших и дружественных... Не очень хорошо слышу, поэтому, когда ты говоришь, я просто не успеваю. Не забыть, что ты на самом деле находишься в Латвии. У города есть свой флаг, свой язык, своя временная зона и даже свои собственные деньги венты. Винспилс. Как государство в государстве. Приглашаем вас узнать больше об актуальных событиях в Винспилсе каждую среду после 13 часов в программе «Новости Винспилса» на радио Болтком. Как сэкономить время? Сделай все под одной крышей в Акрополе. Все от заботы о здоровье и почте до починки одежды и химчистки. Узнай больше на Акрополе Рига ЛВ. Акрополе столица шокинга и развлечений. И мы продолжаем нашу передачу «Культурная среда». В гостях у нас интереснейший собеседник, композитор, пианист, директор очень интересного проекта «Чистая музыка». И именно об этом мы сейчас говорим. Игорь Горский. Я его очень наглым образом прервала перед рекламной паузой. Игорь, рассказывай дальше о том, что вы делаете в вашей студии и почему именно Лики Шостаковича, Джона Леннона, Мэркери. У меня было такое ощущение, что мы сидим где-то, знаешь, в кафе или на кухне и пьем чай, потому что за это время, да, карантинно-пандемийное, такой кризис общения, да, что когда ты видишь музыканта, коллегу, а еще и на курсе, то хочется сразу все рассказать, понимаешь? Вот. Но вопрос твой был про кино. Я не... не успел ответить. Я так долго разворачивал мысль, что, да, у нас всегда была мечта чистой музыки делать кино, причем кино просветителя, рассказывать о том, что нам важно, но пока что на сегодняшний день все, что мы можем себе позволить просто по финансовому соображению, это небольшие ролики. И этот проект называется «Сны о музыке». И началось все с того, что мы взяли дивные совершенно стихотворения, в том числе, Иосифа Бродского. Я написал музыку, и мы приглашаем актеров, иногда известных, там, народных, застанных, иногда совсем молодых, которые только закончили школу-студию МХАТ или какие-то другие учебные заведения, и делаем музыкальные видео. Это то, что раньше называлось старый забытый жанр мелодикламация. Мы соединяем музыку и слово, и на стыке этих жанров рождаются совершенно новые смыслы, новые значения и новая красота. И подходим мы к этому невероятно тщательно, мы это репетируем неделями, репетируем с актерами, потому что драматическому актеру сложно погружаться в метрику нашу, музыкальную, а музыкантам сложно выражать музыкой какие-то вещи, потому что мы привыкли да, вот у нас название «чистая музыка». Ты понимаешь, что это значит. Да, музыка, она не окрашена в какие-то дополнительные смыслы. Помнишь уроки вот камерного ансамбля? Нам участвовали вот тут. Волк, да, он сердится. Вот это дедушка кашляет, давай, там, острее. Да, ну, какие-то образы. Настоящая высокая музыка. Образности, да, потому что она сама по себе образ, да, ей не нужны окраски. Объяснение, да. Да. В драматическом искусстве очень важно, чтобы был смысл, что о чем, да, что, что ты сообщаешь. Ну вот, и мы делаем вот такие ролики, да, мы их произведем, и я всех приглашаю на YouTube, если вы ведете «Сны о музыке» и «Бродский», вы можете посмотреть, что получается, потому что для меня это, знаешь, как говорится, отрада очей моей. Это очень интересно. Значит, получается, «Сны о музыке» и «Горский», правильно? Например, да, как вариант. Я просто к чему веду, к тому, что я хочу сделать, во-первых, фильм, где были бы вот череда вереницы таких снов, из самой лучшей поэзии, которая уже не то, что на слуху, а которая временем, да, доказала, что без нее нельзя, что она там совершенно это и Гродский, это и Цветаева, это и Есенин. То есть фамилии очень попсовые, да, известные, но смысл в ней бесконечности их можно раскрывать бесконечно в зависимости от той музыки, с которой они соединяются. Вот, и вот мы хотим сделать фильм на основе вот этого и спектакль. Вот, но планом этим предстоит пережить пандемию, как ты понимаешь, потому что замерло все, то есть процесс остановился, процесс создания, поэтому мы переключились на мультипликацию, чтобы как бы существовать. Весь карантин мы рисуем в мультике и делаем музыкальное, вот такое мультипликационное, анимационное. Ну, ты их тоже выкладываешь в интернет, также можно на твоем канале посмотреть их? Ну, что-то можно, что-то можно найти, просто если там упоминается моя мамилия, да, потому что я стараюсь подписывать своим именем то, за что я отвечаю, да, как продюсер, я могу сказать, вот это я сделал, вот посмотрите, тут моя мамилия. Там, где я там, автор сценария или либретто, или отдельной музыки, да, или как-то фрагментарно, я никогда себя не указываю, потому что мне кажется, это несправедливо, потому что всегда есть режиссер в любом проекте, будь эстеральный или кино, и режиссер это все, режиссер это автор, все остальное, да, это какие-то там авторы, партнеры, да, но не главные. Вот, есть две главные профессии в мире, это композитор и режиссер. Композитор и режиссер. И ты не обеими занимаешься, потрясающе. Режиссеры нет, да, это скорее продюсирование, потому что режиссеры это профессия, это такая же, как вот нас учили играть на клавишных инструментах там 20 лет или больше, да, вот можно сказать, я там пианист, да, вот ты там органист, это наша профессия, это то, что мы можем преподавать, о чем мы знаем, да, у нас есть флоум и так далее. Но все, чем мы занимаемся ввиду того, что некому этим еще заняться, да, вот ты делаешь прекрасный, блестательный фестиваль в Ково, да, который уже все знают, да, и не только в Москве, а вообще в России, в Патрии, но ты к этому пришла не от хорошей жизни, я уверен, что это не потому, что ты говоришь, а, сделаю-ка я фестиваль, потому что ты так видела, ты так слышала, ты хотела, чтобы эта музыка попала к людям, да, и как бы тебя никто не приглашал, тебе не говорил, Лена, вот тебе все готово, да, делай фестиваль. Это все потихоньку рождается из того, что ты любишь, из того, во что ты веришь. Вот так же у меня получается, условно назовем это режиссурой, да, я просто, мне что-то хочется сделать, а для того, чтобы что-то сделать, надо это делать, да, поэтому я просто взял и начал делать, снимать, там, что-то ставить, да, что-то писать, и постепенно, да, как бы мне не стыдно говорить, что вот я там это сделал, хотя у меня нет диплома, да, я не закончил актерский буст, на учерское отделение, вот. Больше того, ты не окончил композиторское отделение в Московской консерватории? Я даже не начинал. Даже не начинал. Дорогие друзья, но наша тема нашего сегодняшнего разговора, не случайно именно Московская консерватория, и не случайно Людвиг Ван Бетховен так испепеляюще смотрит из-под маски за спиной Григорского, сегодняшнего нашего гостя. Судьбы каждого человека настолько по-разному складываются, и никогда не знаешь, как повернет жизнь им завтра с обласканным судьбой человеком. То есть тот же Шуберт, который писал свои песни на салфетках в кафе, потому что у него просто не было денег на то, чтобы записывать свои произведения. И в то же время Феликс Мендельсон был обласкан публикой и писал в свое удовольствие, потому что он был сыном банкира. И жизнь складывается настолько сложно, и одна из судеб творится именно в наше время. Сейчас наш однокурсник Константин Чавдаров, пианист, музыкальный педагог, вот с ним случилась очень страшная история. Почему будет Игорь рассказывать о нем? Потому что, во-первых, они однокурсники, а во-вторых, он досконально знает это дело. Игорь, расскажите про Костюча Вдарова и эту историю для наших слушателей, потому что я считаю, что это проблема не только России. Это проблема музыкального педагога, это может случиться с каждым человеком, который преподает. И, наверное, не только преподает. История очень простая и вместе с тем очень страшная. И случилось следующее. В марте мне позвонил наш с тобой локурсник Алексей Курбатов, это композитор известный, мне сказал, ты знаешь, что случилось с Костей Чавдаровым? Я говорю, нет. Он говорит, слушай, это очень большая тайна, но его посадили. Я говорю, а что случилось? Он говорит, да понимаешь, там такая история. Он занимался с ребенком, готовил на конкурс и он что-то там себе позволил сказать, что как-то там неудачно сыграло. И все, на него написали заявление и его посадили. Я говорю, слушай, ну не сажают за то, что ребенок расстроился. О, не может быть. Да, как-то. Там проблема, говорит в том, что там родители написали, что, в общем, он совершал развратные действия. Я говорю, а какие? Он говорит, да в том все дело, что там как бы про это ничего нет. Как бы какие? Он говорит, просто совершал развратные насильственные действия. Я говорю, ладно, слушай, разберутся, но какая-то ошибка, но не может такого быть. Там нет дыма без огня и все такое. И спустя, значит, какое-то время, уже май, мы понимаем, что никто не собирается отпускать его, что все расследовано, все исследовано, и в результате он осужден на 9 лет строгого режима просто по заявлению родителей девочек. И мы начинаем разбираться. Я звоню адвокатам, я звоню юристам и спрашиваю, вот смотрите, вот такое есть дело, вот такие-то обстоятельства этого дела. Оно закрытое, конечно, потому что это самые страшные статьи на свете. Статья, да, обвинение в педофилии, нет ничего страшнее в педофилии этой статьи и вообще этих людей. Понятно, что достаточно про кого-то сказать, педофил, все, это на всю жизнь. Там, с ним никто не будет здороваться и разговаривать. И юристы говорят, а вы что, не знаете? Я говорю, нет, я не знаю. Это, говорит, антипедофильская кампания, которая началась достаточно давно, что, по крайней мере, в России отменены суды присяжных по этой статье за ненадобность. И вы что, не знаете, что там адвокат Резник выступал у президента и говорит, нет, я ничего не слышал. Смотрел, значит, Генри Маркович Резник, знаменитый адвокат, правозащитник, рассказывал президенту России про эти статьи и что процент осужденных по этим статьям 99,8%. Ну, то есть, почти 100. Вот 1200 приговоров, из них два. оправдывают остальных всех осуждать. достаточно, чтобы тебя обвинили, подали на тебя заявление, сказали, педофил, все, дальше будет срок. Я говорю, ну, как же такое возможно? Да, есть же там презумпция невиновности, все. Конечно, это все есть, но существует тенденция, есть некоторый запрос общества на том, чтобы этих страшных людей отлавливали и наказывали по всей структуре. Спроси на улице человека, что надо делать с педофилом? Вот три варианта ответа. Убить, химическая кастрация, пожизненное заключение. Да, никто не скажет, что к педофилу можно относиться сейчас. Но обратная ситуация такова, что люди, которым этим занимаются, правозащитники и следователи, говорят о том, что до 50% людей, сидящих за развратные действия в отношении детей, это люди, которые не совершали это. И педагоги, учителя на первом месте, на втором врачи, педиатры, детские врачи, на третьем спортивные тренеры. Если тренер по дзюдо или художественной гимнастике прикоснется к ребенку, чтобы правильно ему поставить ногу, выпадать спину, это конкретно подпадение под эту статью 132 Б 4, развратные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста. Это оно. И с такой формулировкой, как выяснят, сейчас сидят педагоги в разных городах. Это не только Московская история, или Новосибирская история, или Пермская, везде и всюду сидят молодые невиновные мужчины, перешедшие дорогу к кому-то. И вот эти темы для оговора, они бесчислены. Мать и отец ребенка разводятся, не поделили имущество, квартиру, и один на другого пишет вот такую штуку, а потом докажи, что ты не верблю. И стали мы интересоваться, и стало понятно, что только самые лучшие адвокаты, только самые мощные правозащитники и, главное, люди могут помочь в ситуации, которая случилась с Константином Кердарным. И сейчас уже сформировался, знаешь, такой фестиваль. Вот если бы это была афиша, это был бы, наверное, концерт года в любой стране, в любом городе, потому что там великолепные музыканты поддерживают сейчас и Полина Астинская, пианистка. Михаил Лицкий. Михаил Лицкий, замечательный пианист и учитель Костей по Московской консерватории по специальности. Один из первых, как раз он вступился за Костью и выступал, кстати, даже на заседании ученого общественного совета в России и поднимал именно эту пианисту. Это отдельная история. Общественная палата это такая институция, которая имеет возможность поднимать это дальше на уровень думы, на уровень президента. К сожалению, до президента это очень далеко. Это не звезда, не шоу-бизнес, не телеведущий, а это обычный педагог музыкальный. обычный учитель, который делает свое дело, который даже в тюрьме продолжает писать упражнения и задания для своих учеников, которых десятки. И родители обожают Костю в тюрьму. Он разработал методику занятий с детьми аутистами, и это невероятно. У него ребята в пять лет начинают играть, они не говорят, у них нету такого... Но дети аутисты, да, они просто фактически как бы... Потрясающие успехи демонстрируют дети, играя, например, детский альбом Чайковского во всех тональностях в пять лет. Это невозможно, они транспонируют. И это вот такой человек сейчас сидит в тюрьме, а посмотреть видео, что, ну, педагог трогает детей. Вот смотрите, у кого есть видео, я сейчас вот, вот я беру какую-то ноту, да, на радиацию. Ребенок может сделать это вот так, да, и для того, чтобы показать, как должна располагаться рука на клавиатуре, наши педагоги, да, и мы часто трогаем, прикасаемся к детям. Это часть нашей прогрессии, часть нашего дела, и она будет всегда. И только одна сторона, она физически уже все прикосновения. Это Англия, потому что там это дошло до просто невероятных масштабов, вот эта погоня, да, то есть проблема существовала всегда, проблема вот таких уродов, да, проблема насильника, но в результате вот этой реформы педагогам запрещено прикасаться к детям, и они вынуждены заниматься музыкой на расстоянии нескольких метров. то есть для музыкального искусства это равносильно в общем окончанию, да, нельзя научить. Невозможно научиться, тем более моя дочка ходит на скрипку, и педагог с ней занимается фактически в обнимку, потому что ей надо правильно смычок, ей надо правильно держать скрипку, и то же самое с фортепиано, и точно так же мы это проходили, и поэтому, конечно, это дело крайне абсурдное. Расскажите, вот сейчас я знаю, что собираются средства на то, чтобы оплатить адвокатов для следующей ступени, то есть Костя Чевдаров сейчас находится в колонии, но к счастью он не лишен полностью музыки, там есть пианино, там есть, то есть он все-таки он поет в церковном хоре, то есть это не совсем вот те чудовищные условия, которые вот описываются в ГУЛАГе, но это благодаря только тому, что вот весь наш музыкальный конгломерат Московской консерватории, очень многие помогают и собирают средства на то, чтобы помочь в этой страшной ситуации Косте, но также предпринимаются и юридические шаги, какие следующие шаги для возможного, то есть чтобы все-таки оправдали Костю? Во-первых, сейчас будет рассматриваться в кассационном суде жалоба адвокатов, это новые адвокаты, которые я имею ввиду себя и тех музыкантов, которые объединились сейчас вокруг этой ситуации, чтобы понять, ответить на вопрос, мы же не знаем, что там было, там был педагог и ребенок, и больше никого не было, родителей на уроке не было, то есть нам нужно найти ответ на вопрос, попросить суд, хорошо проанализировать, тщательно проанализировать дело и ответить на вопрос, что было в тот день, что произошло, расскажите, если до сих пор мы не знаем, что произошло, а учитель сидит, поэтому 17 декабря состоится слушание во втором кассационном суде и в этот раз к этому заседанию конечно приковано внимание музыкальной общественности. Мы наконец-то по чуть-чуть начинаем чувствовать, что есть сообщество, потому что Косте Чевдарова помогают сейчас не только какие-то влиятельные музыканты, естественно, отстранились, закрыли глаза, не отвечали на сообщения и звонки и никак не участвовали, но вот простые музыканты из разных стран шлют какие-то деньги на прекрасных адвокатов, потому что у Косте сейчас действительно на сегодняшний день лучшие адвокаты работают. И следующий этап это жалоба в Европейский суд по правам главе. Это то, на что мы сейчас собирали деньги и чем займется тоже очень крупное адвокатское бюро с очень большим опытом работы именно в Европейском суде, потому что как бы сейчас не решил суд 17 декабря на Касации Чевдар год человек провел на строгом режиме. Год и его за этот год никто не извинится, даже если сейчас выпустят или что-то произойдет какое-то чудо, никто не скажет ой, извините, мы там ошиблись. Скажут да, все доказательства были, но мы разобрались и там можно было бы и по-другому например это дело смотреть. вот поэтому сейчас на сегодняшний день есть две инстанции это кассационность внутри России это европейский суд по правам человека, который может признать нарушение фундаментального права на защиту этого учить и ему собственно такой план передел. Ну и кстати будем надеяться, что все-таки свершится чудо, свершится справедливость и Костю оправдают, но сейчас можно Костю поддержать двумя способами. Можно написать ему письмо в колонию и на странице Игоря Горского в фейсбуке как раз можно найти адрес и полную информацию о деле Кости Чевдарова прочитать, потому что в рамках нашей передачи мы не можем полностью рассказать. Конечно, наша передача называется «Культурная среда», но вот именно в культурной среде с нашим однокурсником с Костей Чевдаровым, прекрасным педагогом по фортепиано, который разработал собственную методику работы с детьми аутистами и с другими детьми прекрасными. И, кстати, именно родители детей затеяли эту борьбу. Одна из мам ребенка, вот как раз у нее ребенок аутист, она начала эту волну, она стала поднимать и однокурсников, потому что родителям было настолько страшно и стыдно. Они не могли обратиться к музыкальной общественности и сказать, что такое горе произошло с их сыном, потому что это всегда первые слова «нет дыма без огня». То есть и сначала, когда началась история, скажем так, 90% людей сначала отказывались участвовать, отказывались даже делать репосты этой публикации о Косте, как будто Костя с нами никогда не учился. Но потом, когда влиятельные люди уже, например, тот же Михаил Лицкий не побоялся выступить с открытым письмом и написать, что да, Костя мой ученик, у меня учился и он вступился за его защиту. Когда выступили за его защиту уже однокурсники, Костя, как сегодняшний наш гость Игорь Горский, Алексей Курбатов, известный композитор и пианист и многие другие, стали с осторожностью воспринимать и другие музыканты. И с полной историей вот я вас приглашаю, дорогие слушатели, ознакомиться на странице Игоря Горского в Фейсбуке и, в принципе, если набрать очень много статей. Это страшная история, которая может произойти с каждым музыкальным педагогом и именно поэтому я включила эту историю в нашу передачу «Культурная среда». Мы говорили сначала о чистой музыке, а сейчас немного заканчиваем о чистой педагогике, потому что действительно страшное дело, когда тебя могут в любой момент обвинить в страшном поступке, а тебе, если ты не виновен, тебе кажется, что тебя не могут. Как ты можешь себя защищать, если ты этого не делал? Лен, прости, я просто хочу сказать, что это не только проблема музыкальных педагогов или педагогов вообще, это в первую очередь проблема детей, которые лишаются педагогов из-за всего, что угодно. Причина может быть конкуренция, обида, все, что угодно, но у детей забирают учителей, сажают их и ограждают от общества. А разбираться никто не хочет, потому что тема страшная, тема жуткая. И судей тоже можно понять, понимаешь, как тебе говорят, педагоги, даже не хочется тратить время на это и разбираться. Просто хочется сразу. Было до этого очень громкое, я прям буквально за минутку до окончания нашей передачи скажу, что было очень громкое дело педагога Центральной музыкальной школе Анатолия Рябова и там как раз, если я не перепутала, правильно, Анатолия Рябова? Анатолия Рябова. Да, пианист известный, уважаемый и ученицу он не стал выдвигать на конкурс, на что мама написала жалобу о якобы сексуальных действиях учителя. Но тогда вступилась просто вся музыкальная общественность и Анатолия оправдали, но не сперва. Прости, перебью, я просто уже теперь все это знаю с законодательной точки зрения, с исполнительной, в деле Анатолия Рябова был суд присяжных. Это абсолютно другое. Люди сказали, он не виновен, а сейчас судов присяжных. И это меняет дело. Еще важный момент, что в деле Анатолия Рябова принимала участие известный музыкант и певица, и журналистка, блогер Варвара Турова, которая устроила компанию вообще подняла всех, всех музыкантов, всех актеров, которые писали письма, ходили. И сейчас первым делом, когда я узнал про дело Анатолия Рябова, я позвонил Варваре Туровой и сказал, Варя творится не справедливость. Варя, имеющая опыт подобных спасений, подключилась и начался бум сейчас, бум по установлению справедливости. Мы не говорим, что наш однокурсник невиновен, потому что нас не было в тот момент в комнате, там был только педагог и только ученица, но мы хотим, чтобы в деле не было нарушений, бесконечных процессуальных нарушений, устранить их и мы получим результат. К сожалению, наша передача подошла к концу, у нас в гостях был композитор, пианист Игорь Горский, а также мы рассказывали об истории нашего однокурсника, московского музыкального педагога Константина Чевдарова. Присоединяйтесь к каналу Игоря Горского «Сновидение о музыке», «Сны о музыке» и к его каналу и, конечно же, прочитайте еще раз историю Константина Чевдарова. Ну а мы с вами встретимся в следующую среду, у нас в гостях будет новый интересный собеседник. До встречи, до свидания. До свидания.